Видео подготовлено сайтом onlinevdz.net. Геометрия 7 класс. Автор Мерзляк. Задание 455. На рисунке 266. АВ равно СД. ВС равно АД. Докажите, что АО равно ОС. Итак, запишем, что нам известно. АВ равно СД. Вот АВ, вот СД. Это равные стороны. ВС равно АД. Вот ВС, вот АД. И нам нужно доказать, что АО равно ОС. Начнем доказательства с того, что рассмотрим треугольники. Треугольник АВС и треугольник АДС. АВС и АДС. В этих треугольниках АВ равно ДС или СД по условию. А также ВС равно АД тоже по условию. И еще у них АС. Это общая сторона. Таким образом, три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника. Тогда треугольники равны по третьему признаку равенства треугольников. А из равенства треугольников следует равенство соответственных углов. Соответственно, В – это углы, которые лежат в равных треугольниках. Напротив равных сторон, напротив АВ, лежит угол 1. А напротив СД во втором треугольнике лежит угол 2. И вот эти углы равны. Угол 1 равен углу 2. Второе. Теперь мы рассмотрим пару других треугольников. Треугольник ВСД и треугольник ВАД. Эти треугольники также равны, потому что АВ равно СД, ВС равно АД, и ВД – это у них сторона общая. Тогда эти треугольники также равны по трем сторонам, по третьему признаку равенства треугольников. И из равенства этих треугольников следует равенство соответственных углов. Вот угол 3 и угол 4. Эти углы соответственны и они равны. Третье. А теперь мы рассмотрим треугольники ВОЦ и треугольник АОД. В этих треугольниках ВС равно АД по условию. Угол 1 равен углу 2, а угол 3 равен углу 4. Это мы только что доказали. Тогда получается, что сторона два прилежащих угла одного треугольника равны стороне и двум прилежащим к ней углам второго треугольника, значит, выполняется второй признак равенства треугольников, и треугольники равны по второму признаку равенства треугольников по стороне и двум прилежащим к ней углам. В равных треугольниках равны соответственные стороны. Напротив угла 4 в треугольнике АОД лежит АО, А напротив угла 3 в треугольнике ВОЦ лежит ОЦ. Значит, они равны, потому что это и есть соответственные стороны в равных треугольниках. Но это требовалось доказать, поэтому задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.